Чем активнее Россия пытается наступать, тем больше гибнет российских солдат. Это закономерно, но и больше появляется видеообращение от них, где они рассказывают, как на самом деле обстоят дела в российской армии. В такие периоды обычно появляются и видеозаписи от самих солдат, которые умоляют Путина что-нибудь сделать, чтобы их перестали кидать на убой без обеспечения поддержки. И появляются посты от Z-канала, в которых изредка просачивается правда. Сегодня мы поговорим с вами и о таких видео, и о таких постах. Например, мы поговорим про целый полк, который записал видео, точнее то, что осталось от этого полка. Они рассказывают, как их бросили на мясо, и как от них почти ничего не осталось. Их снова гонят в бой, несмотря на то, что они не готовы, у них нет поддержки, и угрожают обнулением, что их просто уничтожат, если они не согласятся это делать. Другого военный тоже рассказывает, что его кинули в яму и грозятся изнасиловать, если он не пойдет в очередной штурм. Ну а еще один военный прямо из больницы записывает обращение, в котором говорят, что его тоже хотят отправить на передовую. Таких обращений довольно много, но я отбираю лишь те, где описываются какие-то подробности, которые не вызывают вопросов. Где верифицированные российские солдаты, это точно не ЦИПСО, это точно не какая-то пропаганда. Это действительно обращение российских военных, надеющихся, что хоть так они смогут спасти свою жизнь. И они рассказывают, что на самом деле происходит в российской армии, что стоит за этими заявлениями о захвате какого-нибудь населенного пункта на 2-3 человека. Да, потому что мы видим, что за год, по сути, своей Россия захватила территорию лишь в 500 квадратных километров. Почему лишь? Потому что это целый год наступления, полгода из которого Америка не согласовывала помощь Украине, из-за того, что Дональд Трамп ее фактически заплакировал, попросив Майка Джонсона не выставлять, собственно, били о помощи Украине на голосование. Поэтому Украина находилась без боеприпасов, ну, то есть с очень сильным дефицитом боеприпасов, в тяжелом положении, проблем с кадрами были, то есть до введения закона о мобилизации, об ее ужесточении. И даже при всех этих условиях, имея больше ракет, имея огромное количество, собственно, техники, и посылая в бой всех подряд на местные штурмы, Россия смогла захватить 500 квадратных километров территории Украины. И вот что стоит за этими очень малыми захваченными территориями, сколько крови пролито российских солдат, это прекрасно видно из подсчета потери, из того, что сами солдаты рассказывают про эти самые наступления. Поэтому сегодня очередная порция, это даже не зэп нытье, наверное, это зэп мольба, где умоляют прекратить врать и умоляют, чтобы им просто дали выжить. Причем умоляют собственное же государство. Видимо, не понимая, что государству в принципе на них плевать, и государство хочет, чтобы они сдохли. Но вместо того, чтобы повернуть оружие против тех, кто посылает их в бой, против тех, кто говорит им атаковать Украину, уничтожать украинские города, они записывают видосы с мольбами, которые ни к чему не приводят. И в итоге эти люди тоже останутся в полях Украины. Поддержать это видео традиционно вы можете лайком, комментарием и подписками канал. Все эти действия помогают продвигать его, чтобы как можно больше людей увидели, что реально происходит на войне. Чтобы в том числе люди из России, задумывающиеся о том, чтобы пойти на срочную службу, где вербуют в контрактники, или в принципе пойти вербоваться на контракт, или когда объявят мобилизацию, не боятся пойти в армию, чтобы они видели, что там на самом деле происходит, и у России становилось меньше солдат. Чтобы люди, которые еще не попали на передок в российской армии, видели, что их ждет на этом самом передке, и в случае ранения в том числе, и дезертировали из российской армии, в том числе с помощью «Идите лесом», прекрасной организации, которая помогает российским солдатам дезертировать. Так что, пожалуйста, помогите распространить это видео. Ну а поддержать канал финансово всегда можно на Патреоне, ссылка на него будет в описании. Итак, начнем с военнослужащих из 506-го полка. Они записали видео, в котором пожаловались, что их кинули на убой, не дают эвакуироваться и теперь хотят обнулить. Они обращаются к Путину с просьбой их спасти. Попробуйте у вас с помощью. Поговорить? Мы 506-й полк, 2-й батальон. Нас зашло примерно около 350 человек. Вышло вот пока четверо. За остальных мы не знаем. Есть несколько человек, 300-х, которые мы погрузили и отправили. То есть на данный момент нас хотят отправить обратно. ВК нет, по нам идет плотный огонь артиллерии. Никто ни разу не выстрелил из оружия. То есть работает чисто артиллерия, только артиллерия. Мы попадали под 155-е снаряды, под кассеты. Дошло до определенной точки даже не группа, а несколько людей. Все остались просто спасаться. А вам сейчас работают только... Мы рассказали, короче, то, что там никого нет. То, что там нет, то, что там нет, то, что там нет. В итоге, как оказалось, там сидит полный, поселок этот, ловит. Нас просто обманули, короче, нас просто поставили, короче, на... Ну, грубо говоря, просто на мясо, короче. Мы просто зашли. Нас просто взяли в уцепление и просто разбили полностью, короче, всех, короче. Все, кто вот выжил, короче, тут и, как бы, нуждаемся в медицинской помощи. Хотя бы просто эвакуируют, там ранее, там, двухсотых конкурентов. Никого не укрыли, там валяется очень много двухсотых, которые по полгода там лежат. Их не выэвакуируют вообще, никто их даже не берет. И трехсотые есть, которые без ног там вообще. Их тоже так же они лежат по неделе, по две недели. То есть не дают, то есть, забрать. Не дают просто забрать, короче. Никогда работает. Орля, дроны работают, обстрел идет. По группе эвакуации. Два группы эвакуаций, восемь человек. Восемь человек зашли с носилками, там, две группы по четыре. Какой-то рыбалый. Если есть у вас возможность, помогите нам. Бежите с теми людьми, с которыми можете, которые нам помогут. Просто обращаться нам больше нет. Нас осталось всего лишь 50 человек в общем. И мы не знаем нам, что делать. Нас сейчас просто отправляют сюда, обратно. Против артиллерии. Мы просто бессильны вообще, абсолютно. В нашей стране, как нам обещали, артиллерии нету. Сказали, нету БК. Ни поддержки, ничего нету. Вообще ничего нету. Мы просто туда идем на убой. Мы просто идем под миномет на острове. Сейчас нам командир приказал, чтобы мы отступили хотя бы, чтобы могли спастись. Он остался там. Мы не знаем. Жив он, не жив. Нас просто записали как пятисотые, потому что мы сами отошли. Сейчас нас хотят просто отправить на убой туда. Просто там гулять, короче. Как видите, к сожалению, они записываются не в студиях, поэтому качество записи не всегда хорошее. Но, тем не менее, история довольно важная и симптоматичная. Они в подробностях рассказывают, что с ними было. Как они зашли на позиции, как им традиционно сказали, что там никого нет. Это история, которую мы, например, с Русланом Левимом встречаем постоянно. Говорят, идите туда, там никого нет. Они идут, их накрывает. Огромное количество их сослуживцев погибает прямо на месте, но они отступают. Как видите, они рассказывают, что там валяются двухсотые, трехсотые, все подряд. И никто их оттуда не забывает. Они также рассказывают, что некоторые солдаты настолько боятся идти в эти самоубийственные атаки, что превентивно накладывают на себя руки. Чтобы никто ничего не знал. Вообще. Абсолютно. Хотя, чтобы шли по пристреленным позициям. Наверное, и смерть. Все лесополосы разбиты. Мы не пройдем просто туда. Ну, они, короче, хотят чисто, чтобы мы проходили все туда прямо. Да. Без разницы, что там происходит. Есть лесополоса, нет лесополосы. Голое поле, не голое поле. Обматывались. Крассным скотчем для обознавательных знаков, как говорится. И в итоге этот же обознавательный красный знак, на которой скотч получается. Помимо этого, на связи, когда говоришь точку, на которой ты находишься, тогда начинается ад обстрелок. То есть связь вся прослушивается. Так что, наш ребенок удивили. Отдели, наш ребенок удивили. Короче, наша команда его на погоду просто продала. Скорее всего, им заплатили. Командир полка просто тупо. Когда вы слышали его, он просто кричал, что вы, пидораски, ебаные, сдохнуть нормально не можете. Что такое вообще? Связи нет вообще. Связь разбивают полностью. Связи нет вообще ни с кем абсолютно. Мы не можем даже узнать, как наши бойцы живы, не живы. Как мы отходили, разбивали все абсолютно. Просто мы чудом поцелели. Просто чудом. Скажи про второго батальяна, который передал мне по третьему по телефону. У меня это да. Да. Передал телефон по телефону. Громче. Потому что никто не может туда подобраться. Кто-то застрелился, да, пацаны? Другой застрелился, да. Потому что это нереально, куда подойти. Просто работают тактички, броны. Вредливые карты. Как нам сказали одна, там в итоге две их вышло. Там вся посадка просто трупа. Два пулеметчика, снайпер. Снайпер, снайпер. Два пулеметчика работают плотно, а огонь открывают. Там речка вся усеянно трупована. Просто вся. Скажи про что там. Парнишка лежал в 500-м. Так хороший дымовой ротик. Подзывной дипломер, башкирый, башкирый, не знаю. Его пытались эвакуировать, в итоге игру по эвакуации 200-м. Ничего сработать не может. Эвакуация работать тоже не может. Это наша. Сначала должна отработать наша артиллерия. Потом пойти танки. После танков только может идти пехота. А у нас идет в первую очередь пехота. Ни танков, ни артиллерии мы не видим. Когда мы заходили, не было ни поддержки. Ни артиллерии, ни танков. Вообще ничего. Просто мы зашли. Нас просто разбило кассетами. Они просто разбивают кассетами. Дорога одна. Они ее знают. Дорога одна. Она просто отправляет туда в бой. Сами идти к команду не хочет. Гонят нас, короче. Просто разбивают. Одна дорога у вас. В одну сторону. Там так и написано. Дорога в ад, ребят. Так что ну. Просто просим помощи. Просто помогите. Такое вот обращение. Такие вот порядки в российской армии. Настолько российская армия. заботятся о своих военных. Вы спросите. А почему так? Зачем Россия это делает? Потому что для России эти жизни не имеют никакого значения. Для Владимира Путина вообще плевать, сколько человек погибнет. Ему кажется, во-первых, что у него их много. Потому что ему рассказывают, что по 30 тысяч добровольцев приходят в месяц. Что неправда абсолютная. А во-вторых, ну какая разница, сколько погибнет. Это же совершенно для него не важно. Его задача уничтожать, а не созидать. Если Украина действительно в глубоком трауре по каждому своему погибшему военному и гражданскому, то России плевать. И те люди, которые, например, пытаются вести какие-то подсчеты в России фактически вне закона. Помните, раньше было много фотографий с российских кладбищ с новыми, недавно появившимися могилами. Так вот тех волонтеров, которые ходили и снимали эти кладбища, их всячески прессовали и заводили на них уголовные дела. Россия мало того, что пытается уничтожить Украину, так еще и перемалывает собственных граждан, на которые ей абсолютно плевать. Вот еще один симптоматичный пример, про который рассказывает осторожно новости. Близкие контрактника из Татарстана утверждают, что после ранения его привязали к дереву, сутками морили голодом и под пытками требовали признаться в самостреле. 37-летний Ришат Шакоров из поселка Шамардан подписал контракт летом прошлого года. На военная часть 12273 отправился на войну. 20 мая 1924 года он получил осколочные ранения ноги после атаки БПЛА и попал в госпиталь. По словам семьи, там его не оставили на лечение, отвезли в штаб 37-го полка. Как рассказала осторожная новость и сестра Ришата, там брата привязали к дереву, били по больной ноге и принуждали сказать, что он ранил себя сам. Осторожно новости ознакомились с аудиозаписями, в которых Ришат рассказывает, что с ним происходило. Командир полка поменялся. Пришел новый, говорит он, если ранило человека, начинается расследование. Они хотят, чтобы я признал свое ранение, как будто я сам себя подорвал. Привезли в штаб, пошли угрозы, забрали телефон, привязали к дереву. Так как я татарин, мусульманин, говорит, клянись Аллахом, что такого ранения не было. Мы тебя отправим к таким же братьям, где тебя будут иметь, выебут. Ты все равно признаешься то, что я сам себя ранил. Я говорю, я же не могу сам на себя наговаривать. Присаживаться нельзя. Нога опухает. По словам Ришата, медсестра обработала его ранение зеленкой, потому что больше ничего не было и сказала, что нужно в госпиталь. Сестра военного утверждает, что после ее жалоб в прокуратуру Ришата с ранением отправили на боевое задание. Сослуживцы брата рассказали ей, что после пыток Ришат пытался сбежать, но его поймали и передали военной полиции. По последней информации, Ришат Шакуров больше 10 дней провел в яме. Его не выпускали даже в туалет. А несколько дней назад его перевезли в подвал для отказников в Зайцево, знаменитый на всю округу. После этого на связь он не выходил. Сестра безрезультатно обращалась в военную прокуратуру Казани, Донецка, ГВСУ, СК РФ. Туда же обращение направлял депутат Госдумы Айрат Фарахов. Юрист сестры лично ездила в Луганск, но ее там не приняли. Звонок осторожной новости. Сотрудники Луганской прокуратуры тоже не ответили. Очередная демонстрация отношения к своим же солдатам, к тем, кому нужна медицинская помощь. Я это говорю не для того, чтобы вызвать у вас жалость к этому солдату. У меня нет жалости, особенно к контрактникам, которые пришли и подписали просто за деньги, пришли убивать украинцев. Фактически просто это урок всем, что с вами будет там на войне. Поэтому даже не думайте туда попадать. Еще один контрактник Алексей Назаров записал видеообращение из воинской части номер 420-91 в Новороссийске, где располагается 108-й гвардейско-десантный штурмовой полк. Назаров утверждает, что ему присвоили категорию В. Он негоден к выполнению боевых задач, может нести только службу в тыловых условиях. Кроме того, он инвалид третьей группы. Несмотря на это, его хотят отправить в зону боевых действий в Украине. Вот что он рассказывает. Здравствуйте, меня зовут Назаров Алексей Александрович. Я родился 30 октября 1997 года рождения. Я военнослужащий по контракту. На данный момент я нахожусь в военной части в городе Новороссийске. 108-й десантный штурмовый полк 420-91. Мне выписали категорию В, что негоден к военной службе по контракту. Ой, негоден к военной службе с оружием. Только угоден в твоих условиях. Пожалуйста, помогите мне. Отдайте то лечиться. Лечение не оказывали. Меня эвакуировали с Украины, чтобы лечиться. Но, однако, ничего не оказывали. В пятницу хотят отправить на СВО. Пожалуйста, помогите распустить видео. Счастье нас никого не выпускают. Очень много ребят, кому-то требуется лечение, операция. Еще у меня начался нервный тик глаз. Еще я являюсь инвалидом третьей группы по здоровьям. Все перечисленные три человека, скорее всего, будут мертвы. Потому что еще ни одно видео, ни одно видео с фронта не привело к тому, что людей реально там сказали, ой, извините, да, мы не знали и все такое. Потому что это часть системы. Часть этой системы, часть российской армии, часть российской войны. Бороться с этой войной можно разными способами. Меня постоянно спрашивают, Майкл, а что делать, а что делать? Как будто я должен вообще всем рассказать, как им жить жизнь. Я не рассказываю вам, как жить жизнь. Я говорю вам, что делаю я и какие есть опции. На мой взгляд, очень важно делать так, чтобы российская армия лишалась дополнительных солдат и дополнительных ресурсов. Именно так война закончится быстрее и с меньшими жертвами. Причем, на удивление, с обеих сторон. Я уже вам рассказывал, что чем меньше войск в российской армии, тем скорее российская армия потерпит поражение в этой войне и уйдет из Украины. И тем меньше будет мобилизовываться туда людей, будут мобилизованы туда люди и так далее. То есть, чем дольше идет война, тем больше, в том числе, россиян, наших мальчиков, да, есть такие вот люди, которые любят повторять про наших мальчиков, пойдет на войну. Поэтому, даже если вы сердобольный какой-нибудь, не все так однозначник, который считает, я, говорит, не выбираю ничью сторону, то все равно с вашей любовью к нашим мальчикам и всему такому, вы должны помогать максимально ВСУ и максимально ослаблять российскую армию. Только это снижает жертвы с обеих сторон. Ну, мы с вами на этой неделе уже много сборов провели, если вы хотите еще больше помочь ВСУ, то переходите под ролик с Соловьевым, там актуальный сбор, который идет на 24-м канале. Вчерашний сбор мы с вами закрыли, спасибо вам огромное, вам передают спасибо ребята из, собственно, бригады, в которой нужно было купить как раз два РЭБа. Вот, они очень рады, что действительно они теперь смогут это сделать, они воюют на Купинском направлении, я напоминаю. Но сейчас я хочу от вас попросить немножко другого, потому что есть разные способы, опять же, оказывать влияние на эту войну. Я хочу подписаться вас, попросить на телеграм-канал, и не поверите, это даже не реклама. Значит, что это за телеграм-канал? Это телеграм-канал, который называется Ящик Пандоры. Это телеграм-канал, который делает один человек, но я не знаю, он публично его делает или не публично, ну, такой довольно известный человек. Значит, и в этом канале агрегируются ресурсы для того, чтобы на площадках, на западных площадках прекращать сборы на российскую армию и, в принципе, Z-пропаганду. Мне кажется, это очень правильно, я давно сам хотел это сделать, но у меня просто нет рук, и у меня не хватает, к сожалению, рук для того, чтобы это сделать. И вот, наконец-то, человек это сделал, у них уже есть успешные кейсы, они заблокировали одну Z-стримершу и сборы на российскую армию. Чем больше там будет людей в этом канале, ну, вам не обязательно подписываться, типа, нет такого, что я хочу нагнать туда подписчиков, я хочу, чтобы вы просто помогали в тех действиях, которые они совершают. Просто это телеграм-канал для координации, там нет рекламы, с него не будет заработка, я надеюсь, вот, и прочее, прочее. В общем, посмотрите, если вам норм, подпишитесь и, пожалуйста, принимайте участие в тех действиях, которые они там, ну, то есть, как они там находят через бот обратной связи, им скидывают всевозможные вот эти вот Z-сборы и прочее, прочее. И там появляется пост, типа, вот, пожалуйста, здесь вот находится этот, идем, значит, пишем жалобы и так далее. Это очень хороший, очень действенный метод, потому что чем меньше сборов, тем меньше будет у российской армии ресурсов. Потому что, ну, сейчас мы об этом еще поговорим, что российская армия сама обеспечивать себя не может. Ну, о чем говорили в том числе депутаты Госдумы, рассказывая, что российская армия превратилась в партизанский отряд, и вы должны поубираться. Вы спросите меня, как всегда, спрашиваете, Майкл, а в чем отличие от Украины? Отличие в том, что Россия сама это выбрала. Россия напала на территорию Украины. Украина это не выбирала, не готовилась к войне, не хочет воевать и не хочет никого уничтожать. Это Россия захотела уничтожить Украину и напала на нее. И довольно странно, что Россия делает это, нихрена не подготовившись, что называется, и как бы с голой жопой. По крайней мере, у половины российских солдат, судя по тем сборам, которые я вижу. Поэтому, пожалуйста, ящик Пандоры, QR-код, ссылка в описании, переходите, просто подписывайтесь и помогайте остановить сборы на российскую армию. Ну а мы с вами едем дальше, и Рамзай, довольно, надо сказать, системный Z-блогер, написал гигантский пост, где раскритиковал вообще все. Все, как устроено в российской армии, рассказал про постоянное вранье и про вот это вот все. Давайте ознакомимся с этим постом, довольно интересно. Хотел сказать несколько слов о нашем главном враге, пишет Рамзай. Не о США, не о НАТО и даже не о ВСУ. Все это враги давно понятные и системные, чья опасность вполне очевидна даже школьникам. Я о другом враге, о тупом, глухом и безразличном ко всему чиновнике, которому глубоко плевать на все, кроме собственного кармана, собственного кресла и воли вышестоящего начальника, от которого зависит его благополучие. Что он Гекубы, что ему Гекуба, все речь Россия. В чиновничьем болоте без следа тонет любая инициатива, любое дело о заплывающем жире обывателя, которому всем своим пылом служит государство, обеспечив ему комфортную жизнь, с возможностью вывести свой семейный прайд в Турцию и пообсуждать под пальмами Мармариса, что в Италии это было лучше, но вот СВО. Главная тема, когда же там замирение будет, когда НАТО согласится на переговоры, когда дружище Трамп команду заканчивать войну отдаст. Все словно с ума посходили, мир вот-вот настанет, скоро переговоры. Да кто вам это сказал-то? Трамп в предвыборном роже, Орбан в Москву прилетал. И что? Сегодня НАТО примет очередной план помощи Украине, насыпет систем ПВО, определят сроки и количество передаваемой техники и вооружения. Денег выделено столько, что украинцам еще два года можно воевать, не думая о них, а у вас часотка перемирия. Два с половиной года идет война, а на фронте до сих пор вранье и показуха, цветут как опиумный мак в таджикском огороде. Некоторые господа командиры уже по третьему ордену получают за взятые на бумаге поселки и деревни, и все им с рук сходит. Сколько десятков раз объявляли крынки взятыми и очищенными от врага. Целый командующий, не будем говорить какими войсками, лично президенту России доложил об их взятии еще весной. И что? Только три недели назад бойцы на передовой подтвердили, что противника в крынках больше нет. Сколько раз Работина освобождали, в кавычках. Сколько раз докладывали, что Клещевка наша 100 тысяч 500. Но самое хреновое то, что потом под эти взятые крынки, Клещевки, Работина гонят вперед сотни русских мужиков на убой, чтобы доложивший о взятии начальник, уже провертевший дырку под орден на мундире, свой зад прикрыл. Очень кровавыми для нас они стали. Мы можем выиграть эту войну только тогда, когда противник за одного нашего убитого солдата будет платить не менее чем пятью своими. Тогда он будет стачиваться и деградировать. Тогда он не сможет накапливать резервы и наступать. Но не тогда, когда у нас полки в бессмысленных штурмах в лоб стачиваются за неделю в ноль. Причем без всякого результата. Потому что Рэба нет, Дронов кот наплакал, а боеприпасы по лимиту. А сколько у нас полков, где по штату полный состав, но как только приходит команда наступать, идти вперед и задача становится на полнокровный полк, вдруг выясняется, что четверть списочного состава мертвые души. Кто в бегах, кто не вернулся из отпуска, а кто вообще откупился получкой от фронта и благополучно сидит в тылу. А дальше чудес не бывает. Полк топчется на месте, бессмысленно теряя людей и технику. Как следствие, подставляет фланги более успешных соседей. И из красиво задуманного наступления получается украинский наступ с недельной битвой за избушку лесника и огромными потерями. Много мы таких военачальников под судом увидели. Я лично никого. Зато командарма 58-й Попова держит в камере, навешивая ему все новые и новые обвинения, лишь бы довести дело до суда и прикрыть тем самым свой военно-прокурорский зад. Может для страны лучше, чтобы он на фронте свою вину искупал, если воевать умеет хорошо? Но какой чиновник у нас о стране думает? Страна это что-то абстрактное, а вот кабинет, начальник и корпоративная солидарность это наше все. Целый год дроны головы поднять пехоте не дают, за каждой телегой гоняются роем. И целый год мы слышим от военных чиновников рассказы о том, что вот-вот скоро эта проблема будет решена. Но пока на фронте куда больше видят народный рэп, продукцию, производимую энтузиастами, чем эффективную продукцию государственного ВПК. До сих пор большая часть дронодетекторов покупается на свои кровные бойцами. До сих пор непрерывным потоком на фронт идут автомобили волонтеров, везущие на передовую прицелы, тепловизоры, мавики, москсети, аптечки, генераторы и еще целый список позарез необходимого фронту снаряжения. До сих пор в народных мастерских день и ночь идет сборка FPV-шек, закупка для фронта автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и прочих средств передвижения. За 29 месяцев войны государственные корпорации не создали ни одного транспортного дрона, способного доставить на передовую груз и забрать раненых. Энтузиасты сделали, даже летающие гексокоптеры, но на их производство денег нет. Зато мы видели кучу сюжетов с неуклюжими, тихоходными пулеметными модулями, которые устарели еще в эпоху царствования ВПК Рогозина, когда они, собственно говоря, и появились. Стоимость во многие миллионы и никому не нужные. Кто на фронте увидел хоть что-то, произведенное нашей ДАРПА, фондом перспективных технологий? Никто. Украинские тихоходные дроны уже давно стали бичом приграничных и уже совсем не приграничных областей, ежедневно вынося нам своими «обломками» нефтебазы и промышленные объекты. Два года мы говорим о том, что нам нужны аэростаты ДРЛО. Толку ноль. Их нет. И неизвестно, когда будут. И будут ли вообще. Мы два года твердим о том, что война требует восстановить войска ПВО, вернуть в ПВО истребительную авиацию. Толку ноль. Главкомат ВКС глух. И это понятно. Это потери генеральских должностей, уменьшение влияния и веса военной иерархии. Рулить всем – это же так почетно. То, что с каждым месяцем число дронов противника растет. Ну и что? Зато у нас кинжалы меткие, ракеты быстрые. Уже два года мы говорим, что нашим аэродромам необходимы защитные сооружения, укрытия для самолетов и основных аэродромных объектов. И что? Да ничего. Ждем очередной атаки БПЛА на очередной аэродром с эпичной видеокартинкой от ВСУ горящих российских бомбардировщиков. Мы находимся в очень опасной точке войны, точке, за которой мы либо мобилизуемся и додавим врага, вырваем у нее такую важную для нас победу, тяжелую, кровавую, но победу, либо груз наших системных проблем, чиновичи бюрократической косности, обывательского безразличия и апатии загонят нас в бездонное болото перемирия, отложенной войны, к которой враг начнет готовиться так же энергично, как он готовился к ней 8 лет с 2014 по 2022 год. Создав с нуля ВСУ, который уже 29 месяцев отчаянно и не щадя себя воюет с нами не на жизнь, а на смерть. Для нас эти 8 лет стали временем упущенных возможностей, следующие такие 8 лет станут временем упущенной России. Так вижу, пишет Рамзай. Ну можно только похлопать, честно говоря, в том смысле, что, ну, большая часть проблем про российской армии, про которую в том числе мы вам рассказывали, и которые отрицали, отрицали все, включая Рамзая, они здесь описаны, да? Ну, генералы, незахваченные на самом деле территории, якобы сбитые беспилотники, вообще все как по учебнику. Иронично, что это пишет именно этот Z-блогер. Знаете почему? А на этот вопрос отвечает призрак Новороссии. И казалось бы, репостя его текст, говорит он, все же правильно написано. Прямо боль и нерв текущего времени до тех пор, пока не видишь автора текста. Вот это особенно прекрасно, пишет он. Просто цинизм сотого уровня. Вы, однако, способны еще удивлять господин Шурыгин, это и есть Рамзай, вашего старого читателя с 20-летним стажем, который думал, удивить его уже невозможно. Хочется поинтересоваться, что это, господин Шурыгин? Вы вещаете о глухом и безразличном ко всему чиновнике? Вы ли это? А кто же, кто же? Кто же этих чиновников отмазывал годами? Годами минских соглашений, оправдывая выбранную политику. Годами забалтывая проблемы, о которых люди вроде Мурза и Стрелкова говорили, кричали, орали, пытаясь пробить головой стены. Которой власть и медийка отгораживала население от реальности. А вы эту стену строили, кирпич за кирпичом. Понимая при этом, как отличные профессионалы, цену этого забалтывания и выгораживания. Что цена эта будет? Большая кровь, и чем больше забалтывать, тем большую цену придется заплатить. Че это у вас тогда злые заметки не появились? Или с началом СВО что-то поменялось? В вашей территорике? Нет, не поменялось. Все то же, все те же, все так же. Вы тут пишете о враге чиновники как-то так странновато, отстраненно. А че так-то? Кто этого чиновника, если не породил, то всячески его выгораживал, давая ему набраться сил, состояться, заматереть и войти в силу. А кто же эти люди? Кто же эти изумительные люди? Вы можете в любой момент увидеть их, подойдя к зеркалу, заключает призрак Новороссий, что тоже смешно, потому что он тоже один из этих людей. Это все вечно уморительно. Конечно, вся эта история, которую они рассказывают, про мотивы, это все птуфта абсолютная, потому что, опять же, никто не собирался с украинской стороны, со стороны НАТО воевать с Россией, иначе бы давно уже стерли ее к хренам собачьим, потому что мы видим, что Россия даже Украину не может победить. Почему даже? Потому что у Украины на порядок меньше техники, нет ракет, мало авиации, нет флота. И, собственно, Россия ожидала, что захватит ее за 3-4 дня, максимум за 11 дней был план Путина. На самом деле, вот 11 дней он, написанный план, включал в себя 11 дней боев. Но, опять же, если бы НАТО готовилось к атаке России, правильно? Если бы НАТО хотело уничтожить Россию, то, судя по тому, что мы видим последние два года, у НАТО бы, ну, ушло бы на это какое-то время, наверное. Но, в целом, не очень долго. Поэтому это, конечно, все ахинея. Но проблемы, которые они описывают, и как они наезжают друг к другу, это довольно уморительно. И что самое интересное, даже Гурулев, вот этот вечный алкаш Соловьевский, соглашается с Рамзаем и пишет, что Рамзай справедливо критикует нерадивых чиновников и неправильных военных руководителей за их равнодушную позицию, которая отдаляет наш успех в рамках СВО. Прочитайте, я со многими вещами согласен. Написано жестко, но откровенно. Сука, ты депутат! Какие отстраненные чиновники! Ты депутат! Ты что, ты кто? Ну, ты общаешься со всеми ними. Иди, общайся, иди. Кому ты претензии предъявляешь? Нет, это, конечно, всегда уморительно. То есть мне нравится, а, когда их всех прорывает, и, б, как они обличают кого-то, кроме себя, хотя ровно они и есть. Ну, и другие крупные Z-каналы тоже все это репостили и соглашались с тем, что все эти проблемы реальны. Поэтому, где, как всегда, настоящая правда? На этом канале. Здесь мы вам рассказывали об этих проблемах до того, как это стало мейнстримом в Z-каналах. Вы знаете, мне периодически пишут, ну, я не знаю, может, бота, может, вполне реальные люди, но так, не все так однозначники. Это же большая, да, война пространства. Мне пишут, Майкл, ты как Соловьев, пропаганда наоборот. Вот, и я все время им говорю, вы можете привести хоть один раз, где я, ну, где какие-то, вот, какое-то вранье умышленное, например. Мне говорят, вот ты говоришь, что Украина почти победит. Типа, вот, за неделю или за две. Вы меня, по-моему, с Арестовичем спутли. С 15-го дня, 15-й день сводки, вот, которые у нас были с Русланом Левиевым, он сказал, что война будет долгой. Сказал убедительный, аргументированный. Я такой, окей, война будет долгой. Экономика, которая рухнет, российская. Ну, про это говорили экономисты, которых я приглашал. Вы, кстати, были правы. Все тенденции, которые они описывают, они действительно происходят просто чуть медленно. Они говорили, что будут падать самолеты и что не будет возможности их чинить. Это правда. Просто из-за того, что санкции не так детально, не так хорошо соблюдаются, не так хорошо за ними следят западные страны. Из-за этого это чуть больше времени занимает. А так, в целом, все, как и было имя сказано, так и происходит. Но не суть. Я это к чему все говорю. Что если вы хотите знать, что происходит, если вы хотите знать, что в российской армии, что на линии фронта, то здесь для этого лучшее место. А если вы хотите еще и участвовать деятельно, то участвуйте в сборах на ВСУ и участвуйте в блокировании Z-сборов. По крайней мере, чтобы на западных платформах не было этих Z-ников, которые это делают, потому что российские платформы этого не допускают. Ну, типа нас, людей, которые против войны и против Владимира Путина. И уж тем более, сама Россия, потому что за альтернативное мнение она выдает даже не баны, а сроки. Ну, а с вами был Майкл Наки, ящик Пандоры в описании, до скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok